Два горника погибли под обвалом породы на шахте открытого акционерного общества Покровская в Донецкой области. Это произошло вчера в 17 часов. Причины аварии выясняются. Из-за трагического случая накануне дня шахтера были внесены изменения в программу торжественных мероприятий в Донецке. Сегодня город посетил президент Украины. Подробнее Ирина Исаченко. Торжественно, но без концерта. Из-за аварии на шахте Покровская, которая произошла вчера вечером и унесла жизни двух горняков, всеукраинское собрание, посвященное Дню Шахтера, прошло по сокращенному варианту. Без танцев и песен. Первым делом президент отправился в часовню святой великому ученице Варвары на панихиду по горнякам. Дальше общение с народом, а в драмтеатре Виктор Янукович начал свою речь так. Предлагаю почтить память горняков, не вернувшихся из-за боя, минутой молчания. В своем выступлении президент несколько раз подчеркнул, самое главное – это безопасность. Задача государства – обеспечить максимальную безопасность горняков. Это первая и главная цель любых технологических нововведений и решений руководителей угольной отрасли. Высоким званием Герой Украины президент наградил пятерых шахтеров. Сегодня у горняков самые высокие зарплаты в промышленности – средняя 5,5 тысяч гривен. Таких вот, скажем, моего возраста единицы. Молодежи очень много идут, молодцы работают. Президент пообещал, до конца следующего года в Украине будет завершена приватизация шахт. Перспективные закрываться не будут. И перемены коснутся не только угольной отрасли. Долгие годы мы пытались обойтись легким текущим ремонтом. Ну, как говорят, подкрасить, подбелить, подлатать или, говорят, подмазать. Рано или поздно нам нужно было начинать капитальный ремонт. Модернизация страны – путь непростой, признал президент, но его нужно пройти. Ирина Исаченко, Олег Подоприхин, подробности телеканал Интер, Донецк.